Рад приветствовать вас на очередном своем влоге. В этом влоге вы увидите, как я переехал с одной квартиры на другую и теперь живу в другом месте. Мы разыграем футболочку. Я покажу вам об одном интересном проекте, который замутил магазин, в котором я работаю. Покажу вам первый день весны, плюс куча всяких интересных штук. Вообще я не любитель в последнее время смотреть какие-либо влоги и прочие дела. Единственное, могу посмотреть 2-3 максимума, потому что на все остальное у меня не хватает времени. Но был приятно удивлен, когда более детально посмотрел несколько роликов Тимура. Тимура. Канал называется Тимура и его команда Тим Тим. Этот человек организатор боев среди блогеров. Вы, наверное, все слышали такую фишку, когда блогеры завиваются друг с другом и дерутся в ринге. Фишка офигенная. Вообще сам Тимур очень такой разносторонний человек. Он активно занимается спортом. Он также может активно где-нибудь подгульнуть. Он занимается тест-драйвом автомобилей. У него гора татуировок. И он рассказывает про татуировки всякие классные штуки. Делает видосы с видеосалонов. Про то, как он был рэпером. Как они записывали видеоклипы. Как они все это делали. И если бы я не знал, что он из Украины, я бы даже поверил, что это классная фирмовая рэп-команда. Это, собственно, Кураж, отдых активный. Очень энергичный канал. И я вам всем рекомендую его посмотреть и на него подписаться. Ссылка на канал в описании к этому ролику. Также плейлист из крутых роликов Тимура у меня в профиле. Подписывайся, не пожалеешь. Приветствую на моем канале. Меня зовут Тимур. И это моя команда. Люди, с кем я работаю и отдыхаю. Мне 28 лет. Я живу в Киеве. Видеоотчеты с вечеринок, так как я работаю арт-директором ночного клуба. Влоги о автомобилях чаще всего это будет о моем любимом 924-м Порше 1984 года. А также о его ремонте, обслуживании, тюнинге, гонках. Ну и другие тест-драйвы автомобилей. Видео о моих тренировках в тренажерном зале, программы тренировок, спортивном питании, о том, как держать свое тело в отличном состоянии, при этом успевать плотно гулять. У меня очень насыщенный график. Много видео о татуировках, как их бьют, рисуют и так далее. Общаемся с мастерами и многое другое. Я провожу много времени в тату-студиях. Ну а также видео с наших гастролей, путешествий, отдыха и так далее. Лукомер борода зажигает города, смотри сюда. Настал тот день, когда мы съезжаем со съемной квартиры, на которой прожили года 4. Вот. И мы приобрели свое жилье и постараемся сегодня большую часть своих шмоток туда перевезти. Попьем чайку и в путь. Попьем чайку и в путь. Первым делом в новой квартире варим пуэр. В нашем деле без хорошего фуэрчика никак нельзя. Как тут все станет? А пока у нас вот так вот. Женька, привет. Женина комната. Вот тут сегодня спал я с коробочками. У нас есть плакат гипнотенцов. Вот такую сумочку мне прислал Hardride на обзор. Рюкзак называется Pitcher. И в самое ближайшее время мы разберем его и посмотрим, насколько он хорош и для чего. Это мы решили зайти на рынок. Кульки, мульки. Еще продают носки с пиццей. О, блядь, сколько шапок. Вот сейчас подходим к ЦУМу. А ты говоришь, надо вам ЦУМ, блядь. 28 февраля в Николаеве, что-то минус 14. Ночью было еще холоднее. К нам начал поступать снежок. Всю зиму его практически не было. И холодок. Завтра вот, например, 1 марта весна. Но, судя по прогнозам, к нам она в этот раз не придет. И придет несколько позже. Некоторые в интернетах стали писать о том, что как же так. Типа масленицу справили. Зиму проводили. Куда же вы ее проводили? И почему же она пришла? Так потому что масленицу празднуют не в феврале, а в марте. Всегда на Руси участвовали масленицу. Да, ее праздновали также в течение всей недели. Масленичная седьмица называлась это все дело. И, собственно, приходила весна. Считался приход весны на весеннее равноденствие. А день становился доленее. И зиму провожали с почестями. Не то, что просто взяли и чучело с ожигли. А на нее навязывали наузы. То есть люди собирались там всем селом, к примеру. И прежде чем сжечь чучело Мары, чучело зимы, проводить ее, все брали шнурочки, веревочки какие-то. И навязывали наузы, узелки на этих веревочках. И нашептывали туда все свои болячки, все свои горести, всю худобу, которая прилипла, так сказать, за зиму. И просили Мару забрать все хвори, горести, ненасти, болезни с собой. И приходить к нам уже во свою пору. То есть со следующим зимним периодом. Проводили черту между зимой и весной. Где зима – это время кощное. А весна – это время, когда все оживает после зимы. То есть рождается вновь. И, соответственно, масленица считалась как раз порой, когда все зарождается и у всего начинается, так сказать, новое начало. Они в феврале, вот эти вот игрушки-поприкушки, блинов пожрать. И непонятно, что сделать. Поэтому, собственно, и показала вам зимушка свой характер, так сказать. Масленица называется масленица-комаедница. Масленица – это медвежий праздник. И пеклись такие обрядовые хлеба. Назывались они комы. И их выносили в лес, клали на пенек для того, чтобы разбудить медведя, лесного хозяина и задобрить его. Чтобы он голодный после своего длительного зимнего сна, после спячки полакомился и тем самым не задирал скот и не хулиганил. А блины символизировали как раз народившееся весеннее солнце. И первый блин выкладывали на слуховое оконце в избе предкам, которые после зимы как раз первый раз на масленицу. Они спускаются на землю, проведут души наших предков, спускаются, проведут нас, как мы пережили зиму, посмотреть. И тем самым мы их этими блинцами чествуем и угощаем. И сегодня первый день я пешком, своим ходом, иду на работу. До работы, до магазина Freedom, в котором я работаю, мне идти что-то около 10 минут пешком. Это очень круто. Сейчас раннее утро, бегу во Freedom, потому что там у нас сегодня стартует проект, который будет называться... Рабочее название у него Трансформатор. Будут приглашаться стилисты, фотографы и люди известные и интересные Николаева, которым будут менять образ в магазине. Вот сегодня у нас Вера Пасько должна быть. Классный фотограф, очень интересная девушка. Вот она снимает фотосессии для как раз магазина Freedom. Вот, есть у меня фотографии от Веры. Вот, и вот сегодня Веру будут стилизовать, передевать и фотографировать. А я хочу на все это дело со стороны посмотреть и кое-что вам показать. Короче, все на месте, все здесь что-то суетятся. Пришли фотографы, стилисты, что-то там Веру переодевают, наряжают. Вот сейчас пойду, спрошу у них вообще, что это за тема такая. Люди, которые ходят все время в чем-то одном и том же, но талантливый и интересный, предложить им другой лук. Чтобы они себя просто увидели в другом каком-то образе. Лук гармоничный с ними, который в жизни может быть применим. Который отвечает характерным качеством, наверное, мне кажется. Но все же разрывает шаблон по отношению к тому, в чем они входят в музыканты. Мы решили вот с Верочки начать. Потому что она нам такой близкий человек. И хочется ее увидеть в чем-то другому придать ее. Что-то такое уверенности, еще дерзкости. Потому что это все сюрприз для человека. Он абсолютно ничего не знает. Люди для начала встретились, наладили контакт между визажистом, стилистом, фотографами. Вот. Человек, наш персонаж, не знает ни локации, ни что он будет одевать. Что с ним будет майклапп, прическа. Все сюрприз-то. Надо красную беретку какую-нибудь. Да, беретку. Или красную помаду. Красную беретку. Время от времени вы задаете мне вопрос о леденцах Алтоиц. Типа, Любомир, что это за фигня такая у тебя продается? Что это за леденцы? И почему, собственно, ты ими торгуешь? Давайте расскажу немножко про эти леденцы. Торгую я потому, что мне интересны всякие культовые штуки с интересной историей. И я это делаю не для того, чтобы там заработать какие-то величайшие бабосы, а для того, чтобы как-то привить интересную культуру людям, которые меня окружают, люди, которые меня смотрят и увлекаются там моим творчеством и моими увлечениями тоже. Собственно, Алтоицы, чем они нравятся мне, они этим таблеткам уже, таблеткам-леденцам, да, больше 120 лет где-то, в общем, в 18 веке еще, в конце 80-х годов 18 века в Англии эта компания как бы стартанула, вот, до сих пор она жива, популярна даже больше в Америке, нежели в Европе, вот, потому что компания не рекламировалась практически у себя на внутренний рынок, а бросила все силы на рекламу в Штатах. Реклама была дороже, но, собственно, выход там был больше. И по сей день они намного популярнее, чем на родине, они очень популярны в США, и даже, я читал, что являются там леденцами, мятыми леденцами номер один на сегодняшний день. Очень классный маркетинговый ход, это, конечно, коробочка Altoids, она жестяная, она удобно открывается, я как-то уже в своих влогах и в Инстаграме часто показываю, тут у меня свои прибамбасы всякие, вот, она очень классно, удобно открывается, если загуглить про Altoids различные картинки, то вы увидите, что коробку после того, как закончились леденцы можно еще многократно использовать. Кто-то делает из них survival kit, это коробочка с различными прибамбасами, которые могут пригодиться в самый нужный момент или в какой-то там стрессу и непонятной ситуации, да, складывают иголочки, ниточки, какие-то маленькие фонарики, спичечки, всякие пакетики, чтобы это все дело там не промокало, вот, аптечки из них делают, вот, вейперы делают из них свои вот эти вот прибамбасы, чтобы курить, всякие любители гитарной там, индустрии, как-то делают из них какие-то примочки, короче, то есть туда вставляют штыкера, засовывают джеки, есть какие-то регуляторы, ну, в общем, вот так вот, можно делать что угодно, вплоть до того, что закончилась просто баночка, закончились эти таблетки, и вы можете использовать как пепельницу ментол, но она очень сильно напитана вот этим ментолом, этими лицами, он хорошо поглощает запах табачного вот этого пепла, и, соответственно, в первое время использования не будет пахнуть вот этой вонючей пепельницей, вот. Ну, и, соответственно, среди, получается, там, выживальщиков, путешественников, различных людей, которые любят активный образ жизни, эти таблеточки, эти леденцы, как бы вошли в обиход, и, то есть, наверное, замечали то, что на многих каких-нибудь там travel-фоточках эти там леденцы присутствуют, ну, классно, как-то коробка, получается, уже стала некой такой романтик, и без нее какая-то travel-картинка даже и не смотрится, можно сказать, а с ней прям, знаешь, его чувак знает толк там в леденцах, ну, и, соответственно, они существуют как большие коробки, у меня четыре разных вкуса, вот, они разные, вот, есть там синенькие, красненькие, есть бордовые с корицей, есть еще ярко-зеленые, просто далеко лезть, но тоже есть, и плюс есть маленькие баночки, они тоже жестяные, из нее особо survival kit уже не сделаешь, но какие-то мелочи в ней, так сказать, тоже прикольно, вот, но всегда можно придумать, что туда положить, еще раз повторюсь, не тот продукт, на котором можно заработать, но тот продукт, которым можно привлечь клиента, и человек, покупая у меня такую классную коробочку, там, другу в подарок, например, может купить что-то более ценное, ну, и мне приятно, когда люди покупают не какой-нибудь, там, тик-так, который валяется, где попало, вот, на всех прилавках и магазинах, а что-то такое аутентичное, что-то такое исторически ценное, я бы сказал, культурное, вот. С первым днем весны вас, друзья, вот такая у нас в Николаеве весна, всю ночь метель была, заносила, а сейчас на утро, видите, первое марта, сугробы, машины все в снегу, шапочки на машинах появились белоснежные. А я вообще иду сейчас на новую почту, мне пришел билетик, я купил билетик, выслали мне из Харькова на фестиваль «Новая кола», который состоится, пройдет с 22 по 24 июня на Купал в городе Харьков. Там будет 24 блокметаллических коллектива очень крутых со многих стран мира, вот, мероприятие, которое очень хочется посетить, поэтому я как только увидел рекламу, сразу заказал себе билетик на три дня, и вот мне его выслали, и сейчас я буду его забирать и дико радоваться. Такое ощущение, что у меня замерзло лицо, вы не находите? Магазинчик-то наш занесло. Мои хорошие друзья запустили бренд уличной одежды, назвали его «Саппорт», и посвящен он около футбольной тематике. Мы решили сделать небольшой розыгрыш с этими ребятами в моем YouTube-канале. Соответственно, под этим роликом я оставляю ссылку на Instagram-аккаунт бренда «Саппорт». Для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше в футболке, вам необходимо подписаться на Instagram-страницу «Саппорт» и в комментариях к этому видео написать «Любомир, участвую» и оставить ссылку на свой Instagram-аккаунт. Разыгрываем мы любую футболку из ассортимента бренда «Саппорт» на выбор. Можно будет выбрать в Instagram-аккаунте. Вот, смотрите, какая замечательная спина. На футболочке белая, Division называется. Такой вот у нее перед. Просто огонь. Перейдете в Instagram, посмотрите, там все это детально есть. Вот такие футболочки серенькие, «Саппорт» про пиротехнику. Черная футболка, лого. В общем, все круто. Ссылка в описании к ролику. Переходим в Instagram, смотрим, какие они крутые. И пишем комментарии. Любомир, участвую и ссылочку на ваш Instagram. Ну и, соответственно, вам надо быть подписанными на этот Instagram-аккаунт компании «Саппорт». Погнали! О результатах я объявлю в следующем своем влоге. Иногда я получаю письма от людей, которые пишут о том, что смотрели мой YouTube-канал, и он перевернул всю их жизнь. Они нашли свое увлечение по жизни и стали там плести, что-то делать и зарабатывать этим деньги. Либо просто настолько увлеклись, что теперь без хендмейда жить не могут. Вот один из примеров такого письма. Человек стал плести, стал вопрос, где взять бусины. И человек стал делать их сам. Стал делать сам, пробовать. Потом очень сильно увлекся. Это перевернуло его жизнь. Он нашел свое любимое занятие. И стал делать эти бусины и успешно реализовывать их на внешний рынок. Вот недавно написал мне письмо, поблагодарил меня и написал то, что «Любомир, я хочу вас отблагодарить и сделать для вас парочку моих бусин. Выбирайте какие». Вот такие вот охрененные бусины. Кому интересно, я оставлю ссылочку на Instagram с этими бусинами. Посмотрите, что там делают. Почему я выбрал именно вот эти две, я хочу сделать из них бегдари. Просто все никак руки не дойдут. Я думаю, что в следующем ролике я вам уже его покажу. Бусины крутые, ссылочку оставляю. И реально мне очень приятно, когда я получаю такие отзывы. Спасибо большое. Вот оно, мое счастье. Ссылочку на мероприятие и на билеты, где купить, я оставлю в описании к этому ролику. Это Харьков. Такой вот крутой фестиваль. Мы вспомнили, что в свое время начали смотреть во все тяжкие, а потом каким-то образом забросили. И я тот человек, который во все тяжкие, еще и не посмотрел до самого конца. То есть мы начали его пересматривать заново. И сейчас на середине третьего сезона находимся. И, соответственно, перевод у нас кубик в кубе. И он такой достаточно стебный, интересный. И я теперь, когда вижу какого-то там своего приятеля, друга, которого не видел какое-то время, мне все время хочется с ним поздороваться. Там, йоу, че как? Вот. И, блин, настолько оно уже мне приелось, вот эти йобушки, воробушки и прочие дела, что у меня Танька уже нервничает, потому что я хожу по квартире и там, типа, «О, йоу, че как? Типа того!» и прочее. У вас есть такая же фигня? И если, конечно, вам это интересно, там, взаимодействовать со мной, напишите в комментариях, какие сериалы вы смотрите и какие, возможно, стоит представить, какие бы вы порекомендовали. А я уже отпишу, какие я смотрел, какие мне нравятся. А может, даже целый выпуск сниму и расскажу о своих любимых сериалах и фильмах, на пример.